Документы есть для вас? Предоставь документы. Мне кажется, что-то здесь нечистое. Теракт я вам задумал, а? Не надо от нас уходить, пожалуйста. Не трогайте меня руками! Руки убрал! Терактом здесь занимаюсь. Можете его в машину посадить, ребята? Теракт вы не хотите здесь совершить? Давай его загрузим. Для проверки на причастность к ранее совершенным преступлением. Проверять я вам предоведу. Личность своя установлена. У кого четыре глаза, тот похож. Почему сотрудник ВПС ничего не делал? Стоят, боятся. Они очкуют. Очкуют? Что это такое? Протокол о личном досмотре. Читайте дальше. Не в курсе, что это бланк строго отчетности? Вся протокол о личном досмотре. Думя понятыми. Подойдите, пожалуйста. Вся протокол о личном досмотре. В стиле техники безопасности. Да, совершенно верно. Совсем неизвестно. Паспорт только. Не забудьте его понятого взять. Надо же будет его вписать, паспортные данные. Серьезно? Да? А как же? А как же? Понятым не обязанность. Чистая воля изветвления. Они хотят это сделать. Они видят, как вы ведете себя сотрудниками. Да. Это нужно. Паспорт обязательно мы ваш перепишем. И потом, вполне возможно, я буду подавать суд на сотрудников полиции, вы будете вызываться в качестве свидетелей. Правильно. Понятой это не обязанность. Это почетное воле изветвление. Ёлы-палы. Побеспокоился о безопасности сотрудников ППС. Хотели меня в машину на заднее сиденье посадить. Без личного досмотра. Я же мог ведь их того? Все. И все. Поэтому сотрудники полиции ДПС составляют протокол личного досмотра перед доставлением. Скажите мне. Не подходите. Не подходите. Не подходите. Не пугайте. Они уже боятся. Они не меня боятся. Они сотрудников полиции боятся. А твать боятся. Видел сотрудника полиции, переходи на противоположную сторону. Целее будешь. Зато заработаешь штраф и шеф-хот не положен. Ага. Лучше быть оштрафованным, чем быть в отделении полиции. Убитый. Такой лихой дадите. Такой лихой дадите. Начнем тут опять качели. Сейчас пока будет производить протокол досмотра. А что на улице? До трусов будете разделать? А у тебя что птичка надо? Подождите. При личном досмотре должны быть поняты из одного пола. Девушка, сотрудник, быть понятым это не обязанность. Это почетное волеизъявление. Муж придет. Личный досмотр проводить должен проводиться в присутствии лица одного пола. Вы куда девушку предлагаете? Сейчас мне этот трусов будете тут раздевать. Сергей Владимирович, пожалуйста. Подождите, я вас услышу. Это самое. Скажите, пожалуйста, работайте где-то. А сейчас какая процедура? Я пока заполняю. Хорошо, я рад. Рад. Представляете? Я обязан отвечать на данный вопрос? Можете сообщать. Можете сообщать. Можете сообщать не рад. Я имею такое право. Вы же лучше меня знаете на основании 51-й. Ну а что тогда спрашиваешь? Колякай. Мне ответь, да или нет? Да или нет? Все, первая статья Конституции. Все, все. Проживаете где пути дороги? Вы не просто поприсутствуете. Будет судебное разбирательство, куда вы будете приглашены в качестве свидетелей на суд. Я вас предупредил. Проживаете, уважаемый. Проживаете где? У вас данные есть. Устанавливаете. У вас данные есть. Досмотр должен проводиться в присутствии лиц одного пола. А вот у нас и уже есть один понятой Куликов, Игорь Викторович. Уже все в интернете. Но тогда пускай не участвует понятым. Никто его не заставляет. А вот и второй понятой нарисовался. В суд пойдем. Пригласим. Обязательно. Я предупреждаю. Просто одного понятого один раз не предупредили и все. А он потом обижался. А чего меня не предупредили? Да. 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 Сейчас второй понятой у нас. Я все равно увижу этот протокол. Прежде чем что-то будет произойти, я тоже с протоколом вы знакомились. Мешаете мне. Я вижу, у кого четыре глаза, тот похож. Кто главный не сотрудник полиции? Да. Да. Анатолию. Все, увижу. Я не влезаю. Да. Не, ну меня хотят достоять в отделении полиции. И стали сажать в телемашину. Они убедились, а может быть у меня оружие, пистолеты есть. Ну вы все знаете. Что? Путюган, пистолеты есть. А? Я вас буду. Ты, 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 ты. Давайте, не тормачивайте чего выжить, пожалуйста. На основании чего? Давайте, давайте с протоколом сначала ознакомливаться. С протоколом сначала буду ознакомливаться. Пожалуйста. О, родился. А где номерной бланк? Протокол, а личный досмотр. Где копия? Где для меня копия? Как будет копия? Ну давайте копию сначала рожайте. Протокол досмотра, номерной бланк должен быть. Какой досмотр номерной бланк? Такой, все досмотры это бланк строгой отчетности. Ну иди сначала найди бланк строгой отчетности. Ну, конечно, иди. Ну, а строгая отчетность и протокол. Привыкли тебя пляпло на дороге пирожки пить. Ты нормально поднял? Да. У тебя дорогая, джинсы дорогие. А ты же, наверное, на жилье, да? Джинсы дорогие, ехать. У меня у тебя нормально купила. О, моя дорогая, засвешил. Итак, кто у нас тут яблоком ходит, тычет? Петрович. Петрович. Яблоко-то знаешь, сколько стоит? Да, врага яблоко стоит. Жена подарила ему, да, зарплаты. Жена у него, наверное, бизнесвум. Большая разница. Большая разница? Что, здорово, мужики. Что, понятые нужны? Нужны. О, понятые есть. О, наконец-то. Мне тут уже нашли двух понятых. Да? Больше трех нельзя. Больше двух нельзя. Вот один. И вот второй. Представь бланк строгой отчетности, протокол досмотра. Я приехал, смотри, группа поддержки. Вы этого, наверное, фу-фу вас ждите. Слышь, а эти, наверное, со второй роты, да? Да. Эти? Нет, это Восточный административный округ. Ну, Восточный административный округ, вторая рота, да? А-а-а. Самойлов Алексей Евгеньевич будет очень недоволен вами. Очень. Ну, узнайте потом, расскажет вам, наверное. Ну, у него, позвоните, спросите у него, почему он будет вами недоволен. А? Ну, узнайте потом. Предупреждаю. Предупреждаю. Слушайте, ну, если вы сейчас беззаконие будете творить, наверное, логично предположить, что у вас будут неприятности по службе. Или у вас, как бы, логики не хватает до этого додуматься, нет? Надо принять меры. С какой целью интересуетесь? Предупреждаю. Я у вас вообще ничего не интересовался. Это вы какие-то в отношении меня отпускаете фразочки. Об уголовном преступлении. Что-то не слышу, как вы предупреждаете. Представились, когда ко мне обращаетесь, нет? Я, правда? Да. А что же вы все равно не представились? Да никому так. Я, в принципе, этот, Каспер, летаю тут. Посмотри, скромное яблоко. Сотрудник полиции, наверное, на зарплату находился. Да они в кредитах покупают. Жена подарила. Жена бизнесвумен подарила. В окружении правых сотрудников полиции на наднем плане ТПС. У нас какая-то компания, что ли? Да и эти, вот да. Сотрудники ГИБДД составили рапорт на меня. Следовательно, вот эти сотрудники должны меня доставить в отделение полиции для установления личности. 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 Да. Я не предъявляю так вот. Один шифруется постоянно, сотрудник полиции. Все. И самое смешное. Сергей, в прямом эфире что происходит сейчас? В прямом эфире. Остановился. Позвонить по телефону. Подошли сотрудники ДПС. Стали какие-то непонятные требования предлагать. Сергей Владимирович. Предлагаю. Сергей Владимирович. Предлагаю. Сергей Владимирович. Вопрос. Да. Давайте я сначала ознакомлюсь. Да. с этим вопросом. Личности. Вoversю мирович. Двадцать девятого. Восемь девятого. Семь летом года. Семь летом с Waarom. Семь летом . Восемь, шевел. Восемь. Ром. Я инспекция. Это третья рота. Третья? Не вторая, третья. 3 там этот дмитрий вроде у вас дмитрий командир от а конечно знаю нет я просто так вам это самое рассказываю общался с ним неоднократно вот это хорошим моя фамилия чудесно а здесь вас вас не обидно это как раз не надо будет написано что она вас на плать такую протокола личном досмотре не в курсе это было строго отчетность да я это уже тут эти мне хотели сначала бумажки суммечка проверка обоснованного предположения я пишу какое транспортное средство здесь написано о наличии орудий совершение предметы завода в транспортном средстве а я тут при чем я пешком вот так вот я вообще ничего не делаю шоу пешком в личном транспортном средстве так на основании ну вы же все понятой все а вы понятой можете отказаться если вы это самое время есть временем я ознакомлюсь время если вы не согласны напишите не согласен так вот действительно фальсифицирует какую-то машину вы машины видите вы машины видите ну вот понимаете нет никакой машины понимаете вот этот план строгой отчетности да я понимаю ну если понимаете мы вас кстати не задерживаем давайте ознакомьтесь три часа уже тут с вами время проводить вы просто резину тянете я бы с удовольствием пошел имею право имею право хочу тяну резину хочу не тяну резину до трусов сейчас не тебя здесь будут раздевать а меня а всего-то хотели машину посадить не досмотрев меня я сейчас там их ножами порежу или мне с пол подкину а так вот будет запротоколировать что ни ножей ни пистолетов у меня здесь нету не составляйте план строгой отчетности это не строгая отчетность хобби одну вам одну нам номерной номерной оно идет в личное дело к нам в архив строгой отчетности приходите к нам в отдел если хотите смотреть в архив ну я в вашем отделе Евсикова хорошо причесал отменил против него постановление что же вы такое не говорили я-то ничего не говорил я был адвокатом Евсиков составил протокол через пятую точку а я пришел и его расчехвостил просто и дым и бланк строгой отчетности будет? бланк строгой отчетности будет? что вы начеркали? фиктихмашин и потом платить придется что я должен приведите соответствие обе подки обе подки подки я сначала этот протокол а потом этот буду читать да стоял бы на дороге палкой махал бы и не было бы проблем а что случилось то вообще? да просто стоял по телефону под деревьями зачем прятаться под деревьями? а не знаю ну тут с вашего подразделения очень часто взяточки берут например вот видите адекватный человек лично лично заснял несколько штук адекватный человек пришел все сказал к вам подошли что вы здесь делаете а по хорьям тебя я обязан не хотел бы не сказал не хотел хотел сказал все вы не может не могли ты понятой рабский иди отсюда у вас наверное рабочий день не ограничен а у нас как у вас? и усиления тоже когда у нас тогда у вас в 1345 в ракаиф а чем вот так мою фамилию здесь неаккуратно? написали но этот пусть себе оставит а этот себе возьмешь ознакомливать все так не ознакомился так бланки строгой отчетности или не строгой отчетности на чиркал проверка обоснованного предположения обоснованного что это такое обоснованное какие-то данные должны быть вы их не слушайте они уже ответят вы пока что за себя товарищ полицейский вот вы сейчас наслушайтесь вот этих да потом вам отвечать зачем вам это надо вы делаете строго по закону строго что вам позволит закон вы им не указывайте вы им не начальство не выем может старший по званию по возрасту я не знаю но да все накалливайся они решат сами что они будут делать что они будут оставлять они раппорт по рапорту они в него они по рапорту меня вам передали а вы уже принимаете решение сажать меня в машину почему они составляют рапорта о личном досмотре я чуть не понял но он по рапорту меня передал так давайте а то мне будет досмотре они кстати рапорта у вас мы сейчас я вас уже вас подопечник ведь сейчас он со мной человек а случится тоже мне отвечает вы не если сейчас со мной чем случится кто за меня отвечает согласно раб кто за меня ты сейчас я на те и ответственность вы рапорт получили теперь вы имеете право меня доставить я чей подопечник сейчас вы будете ознакомиться с протоколом а вы личный досмотр будете составлять протокол это сотрудники полит и дпс составляют они меня по рапорту вам передали какая разница большая разница ладно сергей давайте сделаем так дадим сотрудникам последний шанс ребятушки вы давайте так я вот всем предлагаю когда общаюсь сотрудниками дпс которые явно нарушают законодательство я всем предлагаю вариант хороший да вы извиняйтесь перед человеком вот эти бумажки бумажки до сливаете в унитаз там что хотите с ними делать вот и как бы он пошел своей дорогой вы там вас своей дорогой павел меня за вас послушайте пожалуйста дел знаете что доставим в отдел обещаю долго там сидеть не будет проекта по базе розыска состоит он в розыск по базе отпечатку даже брать а я и не дам отпечатать все нормально все мы его отпускаем все никаких претензий нет лично извинюсь после того как мы его пробьем компьютер все если человек нигде не а сейчас я не могу его отпустить надо в отделать доставить в отдел после добыту пробить там федералов он показал уж не все базы показывают планшеты плохие у вас видимо а по телефону это как по рации по рации это должно быть в отделе потому что видите понятые уже протокол написали уже обратного пути нет ну да жалко пять минут там закусили у дела будут как ёжик на кактус лезть колодцем оттелиться будут лестнику ну потом вам в принципе отвечать я предложил вариант я вам я вам да ну как бы мы сделали все что могли да я думаю не кстати мне по рапорту передали сотрудник ппс а почему-то досматривают гаишники но это они уже потом сначала у себя потом в комитете будут рассказывать почему они так сделали что дальше будете ознакомиться так подойдите вы меня по рапорту союз сотрудника ппс передали вы тут причем все я и подопечный я их подопечный они должны меня досматривают так по факту вы сейчас его задержали передали по рапорту сотрудникам ппс правильно пока здесь нахожусь у них ума больше у них больше ума нет это не признак какой-то пояснице не совершил своя установлена сотрудниками ппс вы меня по рапорту сотрудникам ппс передали все сотрудники ппс телефонное право началось други ты повезли что я ничего не сделал а не очкуют очкуют боятся ну конечно боятся 286 3 это от 3 до 10 не ну а что от 3 до 10 если они его смотрите сейчас доставят в отдел даст применим физическая сила да правильно если я уже пихали вот то это ну чё вы марсово квалифицирует 286 3 от 3 до 10 чего не уехать то не хочется правильно не ну я согласен с вами я конечно не хочется если вам хочется я смотрю вы стремитесь вот сотрудники ппс принимают решение о досмотре об обыске вы мне по рапорту сотрудникам ппс передали отпускает осматриваю ну наверное потому что оснований нет какие меры человек стоит ничего не нарушает а ты не давал документ или давал давал показала а чё они хотят фамилию имя прочитал сотрудники ппс предложение по следопуту меня проверить по базе да по базе написали рапорт хочу за канал как будет называться здесь искать да у нас здесь алексей евгеньевича спросите там дмитрия нас не согласен соколов вроде да или как вот сейчас у меня подкинуть и наркотики которые вы не видели вот смотрите молодой человек подписывает ничего еще не видел а уже ставит бонус что вы видите меня чё-то изъяли запрещено а за что вы там подписываетесь подождите вас просит протокол ну за что подписан где а где это написано попросите написать что ничего не найдено вы хотите расписаться за то что еще ничего не найдено вы уже хотите расписаться так вам ехать надо что ли пустые графы так просто езжайте и все выгоды и отказываюсь все у меня нет времени все зачем вам это потом надо будет а так как так вы смотрите 17 угуууууууууу